Прет как танк. Вот уже 80 лет Урал снабжает весь мир боевыми машинами. В арсенале юбиляра Уралвагонзавода все. От легендарного Т-34 до новейшей Арматы. Модель Т-14 это последняя разработка. Фактически танк-невидимка. Специальное покрытие снижает заметность машины. О боевых подвигах на производстве расскажет Роман Сумин. Роман Сумин. Рогильчане стали трудиться для фронта и для победы. Начиная практически с первых дней. 12-часовой рабочий день. Без выходных, без отпусков. Конечно давались выходные дни. Не то, что люди подряд вообще работали без выходных. Но, как сказать, очень часто люди буквально ночевали в цехе на своем рабочем месте. Где-то в красном уголке, где-то в комнате отдыха. В годы войны здесь работали даже женщины и подростки. Каждый третий танк, принимавший участие в боевых действиях, сошел с местного конвейера. Из сборочного цеха на фронт отправляли знаменитые Т-34. В новом тысячелетии тагильчане вновь совершили прорыв в танкостроении. На заводском полигоне проходит испытание «Грозная машина на платформе Армата», чья броня крепка, а гусеницы быстры. Сегодня мы готовим производство, занимаемся подготовкой производства, поскольку министерство обороны нам сказало, что эти машины на этой платформе будет закупать. Машина, я думаю, в следующем году должна выйти на государственные испытания. Но завод трудится не только на нужды оборонки. В цехе протяженностью чуть более километра создают грузовые вагоны всех видов. Чтобы собрать один такой, требуется около 30 минут. Наш вагон один из лучших по качеству, во всех отношениях. Мы применяем материалы кузова с добавлением меди, сталь у нас. Поэтому он меньше подвергается коррозии, служит дольше. То ли еще будет, пока главная задача предприятия – поставить на конвейер танк Армата. Заводчане говорят, что он уникален во всем, и первым его экипажам придется немало потрудиться, чтобы освоить новейшую технику. Роман Сумин. Главные новости Екатеринбурга.